Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сегодня хочу вам показать орхидеи, которые буквально в этом сезоне пополнили мою коллекцию. Сезон орхоманов начинается ровно тогда, когда в Россию начинают привозить азиатские орхидеи. Да, орхоманы редко уже покупают орхидеи в простых магазинах, потому что там нас уже практически ничем не удивишь. Это если среди тысячи затеряется какая-то интересная бабочка, тогда, конечно, мы ее приобретем. Но, как показывает практика, больше и больше мы покупаем именно в интернет-магазинах. Чем больше коллекция, тем больше заказов. Так это и работает. И вот с начала сезона у меня появилось уже достаточно много орхидеи, можно сказать, этой весной за вот эти пару месяцев. И я их адаптировала одним средством, о котором сегодня я хочу вам рассказать. Шикарнейший эффект, корни активировались, цветоносы начали расти. Я в приятном удивлении, я даже скажу в восторге. Конечно же, хочу этим с вами поделиться. Думаю, вам всем будет интересно. Чтобы вы тоже знали, как с легкостью адаптировать новые растения к домашним условиям. Сейчас это видео будет особенно интересно смотреть тем, кто давно на моем канале и видел, как я привозила эти растения к себе в коллекции, в каком они были состоянии. К примеру, вот эта орхидея Black Piano была с проблемной шеей. Ну, у нее шея, в принципе, проблемная. Осталась и на сегодняшний день. Мой план был как раз-таки отрастить корни в верхней части. Видите, чтобы ее отрезать и посадить отдельно. Чтобы у меня получился своеобразный такой пенек и макушка. Пенек даст детку, а макушка будет вести свою отдельную такую жизнь. И как раз-таки вот эту проблемную часть мы просто уберем, посредственно отрезав ее. И смотрите, как идеально все получилось. Вообще, орхидея Black Piano очень сложно переносит вот этот пересыл, адаптацию после посылки. В принципе, в домашних условиях, если ее не трогать растет, она прекрасна. Но если ее пересылать, крутить, переставлять, у нее часто бывает такое, что она загнивает. Вообще, я так поняла, что эта орхидея не любит каких-то сильных переливов. Ее нужно держать, да, такую немножечко просушенную. Тогда она прекрасно растет. Для тех, у кого Black Piano есть, я думаю, это будет даже такая своеобразная подсказка. У меня два Black Piano. Когда-то я купила вот только маленькую деточку в размере 1,7. Вот, и она сейчас уже цветет. У нее шикарная корневая система, да, розетка у нее еще, конечно, маловато. Но я так думаю, что она все свои силы пустила на цветение. Надо обрезать ей цветонос и наращивать листовую массу. А порадует она пышным цветением меня в следующий раз. Обалденно красивая орхидея, не правда ли? Пишите в комментариях, у кого есть это прекрасное растение и как она ведет себя в домашних условиях. У меня растет прекрасно. Получается и деточка, и уже вот такая вот крупная орхидея. Я бы даже сказала, что это прям огромная орхидея. Но, видите, с проблемной шеей. За взрослое растение, если честно, очень сильно переживала, не продолжится ли вот эта вот инфекция. Я держала ее прям в таком полусухом состоянии. Но я вижу, что она себя прекрасно чувствует именно в таком просушке. Да, вот когда мох, он так вот немного хрустит. Здесь большой ком из мха. Просыхает он очень долго, поэтому с поливом нужно быть как можно аккуратнее. Я уже мечтаю ее отсечь. Но у меня все получилось, на макушке уже прекрасные корни, они длинные. Поэтому можно даже будет уже ее отрезать. Обязательно покажу вам это в видео. Поэтому смотрите, как она прекрасно растет. Следующая орхидейка, которую я хочу вам показать. Она была, кстати, приобретена вместе с блокпиано. Это, наверное, одна из самых сейчас модных орхидей, которая сочетает в себе и беглипа, и бабочку. Мутация двойная. И я, конечно, в безумном восторге, как чувствует себя эта орхидея. Да, она у меня получается уже около двух месяцев. И посмотрите, какие шикарные результаты. Просто я в восторге. Горшочек уже маловат. Я ее также прям вот буквально завтра уже буду пересаживать. Нельзя корни держать вот так вот, когда они очень сильно уже сжаты друг к другу. Надо им дать воздуха, чтобы они уже разрастались. И орхидея чувствует себя намного-намного лучше. Эффект просто наипрекраснейший. Я даже уже жду. Думаю, может быть, где-то даже уже цветоносик проклюнется. Кстати, о цветоносах как раз-таки. Есть орхидея, которая появилась у меня совсем-совсем недавно. Это Сезам Ред. Да, орхидея прекрасная. Я ее также полила этим средством. И тадам! Цветонос! Вот такая вот красота. Кстати, он сейчас продается в моей группе Телеграм. Поэтому, кому интересно, переходите и забирайте. Следующая орхидея, которую я вам покажу, это орхидея Патрик. У меня есть от нее картинка. Безумно красивая орхидея. И я приехала, когда в теплицу Орхарай. Были такие орхидеи цветущие. Очень красивые. И реально, как на фото. Это были каскады таких вот желтых цветов. Пелориков. Они еще были там бабочками. Вот такая такая была интересная. В общем, безумно красивая. Естественно, мне захотелось такую орхидею себе. И она появилась у меня в коллекции. Я ее пересадила. Пересадка была щадящая настолько, что орхидея вообще не почувствовала никакого стресса от пересадки. И уже выпустила цветонос. Кстати, сейчас я вам покажу, какие у нее корни. Посмотрите, что творит. Просто. Видно, что орхидеи всего хватает. Орхидея себя прекрасно чувствует. Эффективность препарата просто на высшем уровне. Также покажу вам двух малышек. Эти орхидеи появились довольно-таки недавно. Это орхидея моей сестры. Она даже разрезала ей горшочек. Потому что корней очень много. И уже цветонос. Пересадка тоже будет. Но она будет максимально щадящая. Чтобы цветонос не затормозился в росте. В общем, посмотрите. Какое чудо. Чудо, правда? По-другому не назовешь. Красота. Вот орхидейка. Кстати, здесь уже она и наклейку наклеила. Очень красивая орхидея. И также у меня появилась новая орхидея Миту. Кто не знает, Миту это коллекционные орхидеи. И они очень редкие. В основном они ароматные. И смотрите, какие у нее листики интересные. И корешочков я, конечно, не вижу. Потому что это фласочное растение. Они обычно заматываются прямо туго мху. Но я вижу, что у нее пошел расти листочек. И для такой редкой, достаточно попризнанной орхидеи. То, что пошел расти листик. Это уже победа. К тому же она у меня совсем недавно. Я думаю, если ей дать еще месяцов. То мы и листик уже большой увидим. И корни в том числе. Поэтому могу с удовольствием вам посоветовать этот препарат. Что же это за чудо-средство такое? Кто смотрел мои видео. Кто смотрел распаковки до новых орхидей. Прекрасно знает, что я адаптировала их с помощью аминосила. Да, это тот препарат, который отлично адаптирует орхидеи. После получения, после пересадки. Именно стимулирует корневую систему и цветение. Мне очень нравится. Поэтому и сегодня я повторю обработку с помощью этого препарата. От чего вообще идет такой шикарнейший эффект на орхидеях. От аминосила. Аминосил содержит в себе аминокислоты. А мы знаем, что орхидеи любят именно подкисленную среду. Поэтому они отлично реагируют на все 47 аминокислот, которые содержатся в аминосиле. Также орхидеи всю свою жизнь растут с самого семечка в очень питательном субстрате. Орхидея любит хорошо покушать. И так как в аминосиле сочетаются также еще и микроэлементы. Орхидеи супер отлично на них реагируют. И вот это вот сочетание аминокислоты и микроэлементов дает такой шикарный результат. Такой толчок орхидеям к росту и цветению. Поэтому с удовольствием могу вам порекомендовать аминосил для полива своих орхидей. Хорошенько взбалтываю бутылочку. Вот так прям перемешиваю ее пипеткой. Набираю 2,5 мл. Добавляю в литр чистой теплой воды. Обязательно вода должна быть мягкая. Чтобы препарат сработал на все 100%. Знаете, мне бывают и пишут такие комментарии, что препарат не сработал. Что вообще орхидеи не растут. Вы знаете, такого не может быть, чтобы орхидеи вообще никак не росли. Если у вас орхидеи в таком спящем режиме, ищите проблему в уходе. Значит у вашей орхидеи недостаточно освещения. Или на вашей орхидеи могут быть болезни и вредители. Поэтому исключайте болезни, исключайте вредители. Установите своим орхидеям хорошее освещение, и они будут у вас расти. А если вы будете применять еще и аминосил, будут расти у вас вдвойне шикарнее. Раствор готов к применению, и я просто полью орхидеи. Никаких замачиваний своим орхидеям я не делаю. Наливаю буквально один сантиметр водички на донышко, и все. Те орхидеи, которые во мхе, они впитают эту воду, и этого будет для них достаточно. Те орхидеи, которые у меня на фитильном поливе, фитиль поднимет воду наверх в корневой системе. Это растение уже, можно сказать, адаптированное, поэтому никаких сложностей не будет. Вот так вот легко и просто я адаптирую свои новые растения к домашним условиям. А они радуют меня цветоносами и такой богатой корневой системой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.